В связи с ТВ. Узнай новости первым. Практически одновременно во втором часу дня сразу два крупных пожара вспыхнули в Кстовском районе 31 мая. Столбы дыма очевидцы наблюдали за несколько километров от места возгорания. Один пожар произошел в селе Большое Мокрое, другой здесь, в Кстове, на пересечении улицы Герцена и Жуковского. В обоих случаях полыхали сараи. Технику убирайте отсюда! В тесном дворе среди толпы зевак и жителей, наблюдавших, как горит их имущество, пожарной технике было трудно разъехаться. Прибывают дополнительные подразделения, так что все под контролем. Сейчас у нас здесь пять подразделений, с завода приехало еще два отделения, устанавливают у седьмой школы на гидрант и будут прокладываться милистальные линии для подачи. Несмотря на сильное пламя, жители соседних домов пытались спасти вещи и запасы продуктов из своих сараев. Вытащили уже два одеяла, а сам с картошкой все внизу. Там ваш сарай, да? Да. Не боитесь? Наш вот он! Ну еще не дошло до него, наверное. Игрушки там новогодние забери, потому что я туда не полезу нафиг. Работу расчетов осложнял сильный ветер. Из-за его порывов площадь пожара увеличивалась на глазах и огонь перекидывался от одной линии сараев к другой. Пожарные взламывали замки, заливали сарай изнутри, отсекали пламя бронзбойтами. Горят уже третий раз. Я, конечно, не считала, сколько их тут сгорело. Но вот два ряда, по-моему, уже сгорели. Вот, наверное, третий уже горит. Ряд сарает? Да. Мы уже обращались и подписи собирали, чтобы их просто снесли. Мы просто говорили, чтобы убрали хотя бы вот эту свалку. Тут и ребятишки маленькие бегают, мы боимся, как бы не провалились они. Гоняем их. Страшно тут уже. Андрей приехал к месту пожара сразу, как получил сообщение из детского сада. Из-за сильного задымления детей там пришлось эвакуировать. У нас тут в детский садик ходит ребенок. Сказали, что здесь пожар, сейчас сарай горят. Я сразу срочно приехал. Во-первых, убедиться, все ли в порядке с детьми. Их нужно забирать в другом корпусе. И у нас здесь еще сарайка находится. Вот я приехал удостовериться, она горит или нет. А это кадры из села Большое Мокрое. Площадь возгорания там составила 200 квадратных метров. Была угроза жилым домам. Потрескались стеклопакеты и загорелась кровля. Что могло стать причиной? Кто был ухудшим? Несторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Сейчас прорабатываются все версии. Проводится опрос очевидцев. Работаем в том числе с собственниками земельных участков. Около шести часов вечера в Кстове на месте пожара еще дежурили расчеты и заливали пепелище водой. Ирина Флягина, Евгений Мельников, Андрей Ярастов, Связист ТВ.